вот ну что продолжим ну вот смотрите значит у нас тогда получается остался вот еще один файлик который я составлял вот его можем посмотреть ну и понять как оттуда задачки решаются вообще мы здорово вот в этом году идем не знаю чем с чем все связано вот вы видите да что некоторые файлы там написано лев дмитрий беклемишев до составлял некоторые не написано я составлял вот то что составлял лев дмитрий беклемишев это те листки которые были в прошлом году и кроме них ничего не было то есть вот мы решали вот те задачи а вот в этом году получается но мы разобрали задание ну минимум в два раза больше вот нас получается с вами достаточно так эффективно мы работаем так что вы молодцы вот ну что смотрим поехали вот главная задача здесь наверно первое потому что вот домашняя задача я составлял такую же как первое обратите внимание то есть если вот вы первые поймете как решать то домашние в общем то вы уже сделаете ну давайте посмотрим как решается первая задача у меня там с опечаткой немножко и вот я исправил на я не помню я обновил ли ну еще это мне не принципиальные печатки вот сейчас мы их на ходу подправим вот докажите что следующие модальные формулы истинных шкалах клипки тогда и только тогда когда отношение достижимости удовлетворяет следующему условию так ну и дальше тут что-то написано вот мы с вами прошлый раз неделю назад первую задачу решили если я правильно помню похоже на то да то есть мы сами ее взяли просто вот эту первую задачу себе поставили ну там я поставил вот и мы первую задачу решили поэтому давайте первую пропустим а решать будем дальше то что есть так ну что поехали вот вторую решаем вторая задача вот какая что п до влечет что возможно по возможно что-то меня опять все выбросил и я вернулся назад и все у меня пропало так вот давайте значит у нас задачи я теперь и заново напишу и так вторая задача такая п влечет возможно по и нужно доказать что вот эта формула она соответствует вот чему что для любого x x r x то есть рефлексивность ну поехали вы уже люди опытные то есть мы как бы не рассматриваем эти целые логики там с 4 там просто берем какую-то определенную скалу и говорим что в ней выполняется какое-то свойство да да то есть вот это вот написание свойств модальном языке действительно да все правильно причем обратите внимание тогда и только тогда то есть и в одну сторону и в другую да нужно доказать следующее что в шкале f истинно вот это вот формула влечет возможно п тогда и только тогда когда f рефлексивно или ну что то же самое то есть что это означает это означает что web как в первопорядковой модели истинно формула вот это для любого x x r x то есть вот если мы будем рассматривать как модель первого порядка вот вот это должно выполняться понятно да из рефлексивности просто выводится по исследовательному возможно п давайте поехали так в обратную сторону да пусть f рефлексивно так и дальше что тогда если у нас в каком-то миде x не выполняется поэту там импликация точно выполняется поэтому это нам неинтересно рассматривать ну давайте типа рассмотрим что у нас выполняется п но не выполняется не вас возможно п пусть в x истинно п так и в x опровергается заключение то есть опровергается возможно п так но мы знаем что рефлексивно и поэтому существует мир x который x r x в котором п выполняется значит в мире x выполняется возможно п нет нам дает противоречие правильно да или вот этого не надо было предполагать а просто в x истинно мы получили что в x истинно возможно про да получается что отсюда вывод какой что вы все истина что если там было поэтому возможно правильно так в одну сторону доказали другую так нам нужно воспользоваться тем что получается в любом мире выполняется эта импликация когда нам нужно доказать что на тих ситная да нужно доказать что шкала f рефлексивно можно предположить что она не рефлексивно давайте предположим что не для любого x x r x для любого x x r x да ну то есть существует да существует x для которого неверно что x r x так да ну в принципе это пока не дает нам противоречия потому что в принципе из этого мира x может быть достижим какой-то другой мир в котором будет верно п да мы сможем сказать что x возможно п да но дело в том что у нас шкала и оценку мы задаем сами как хотим правильно то есть вот надо догадаться как задать оценку чтобы теперь в этом мире x формула опроверглась вот у вас есть x так он закрашен верно он не рефлексивно вот шкала f то есть там вот есть еще может быть какие-то точки не знаю что тут есть но какие-то еще элементы вот рефлексивные и рефлексивные достижимы и за они достижимы мы не знаем вот мы знаем что x и рефлексивные вот такой вот недостижимы сам себя есть как оценку задать где нужно переменную п положить истинно и где ложный нам нужно что чтобы мы можем чтобы во всех остальных мирах была истина ложно наверно чтобы возможно п было ложным нужно чтобы ложного всех остальных что мы хотим сделать что я запуталась хотим давайте напишу итак хотим мы хотим следующее мы хотим получить противоречие а противоречие вот с этим можно получить как чтобы все у нас опровергнется формула вот это вот п влечет возможно если мы вот это сделаем это будет противоречить тому что формула истина и тогда наше предположение неверное то есть мы предположили что есть не рефлексивный мир и в нем будет неверно это мы хотим чтобы она была неверная нам оценка для этого нужно давайте посмотрим чтобы она была неверно по каким-то п 1 значит получается что x точно должен попадать во множество истинности может быть еще что то так вот вот нужно больше ничего смотрите давайте если вот так сделаем как я сейчас написал что будет сейчас сюда будет вот в иксе будет истина п да да потому что мы сами как сказали x попадает во множество истинности переменной п правильно так будет ли в иксе истина возможно п мы не знаем давайте подумаем а если в иксе это равно только иксу то не будет не будет потому что нам нужно чтобы был достижим из икса мир в котором истина п п истина только в иксе а икс не достижим получили что хотели смотрите вот что мы хотели а вот все получили один в один нет да мы же получается ну все это при оценке вы естественно происходило то есть вот тут нужно написать что это при оценке в это при оценке в это при оценке в Я просто не понимаю, как мы хотели что-то доказать, что это верно, а в конце мы пришли к тому, что мы сами придумываем примеры. Давайте разбираться. Перелистну на другой слайд. Нет, давайте тут написано. Мы решили, что нас верно. Мы хотели доказать сторону вправо, и поэтому мы сказали, что у нас верно вот это вот. И мы хотели доказать, что рефлексивно, мы предположили противное, что оно нерефлексивно, то есть что существует мир Х, который сам из себя недостижим. Да. И мы хотели доказать, что тогда в таком мире у нас будет не выполняться вот эта формула. Но мы ведь это не доказали, мы только какой-то один пример привели шкалы, в которой… А что значит, что в шкале истинно формула? Вот я вот тут напишу, что значит, что в шкале истинно формула А. Это значит, что она истинно прилюбляет… А мы нашли пример оценки и нашли пример мира, что в этом мире при этой оценке формула опровергается. Правильно? Сейчас. Нет, я не поняла. Мне кажется, у нас же… Давайте напишу на другом слайде вот то, что у нас есть вот в этой части. Смотрите. Вот у нас есть следующее, что в шкале F истинно, да, P влечет, возможно, P. Да? Что это вообще означает? Вот что это означает по определению? Для любой оценки… Для любой оценки V… Дальше. Для любого мира… Мира X… Выполняется вот что. В мире X истинно при этой оценке V формула P влечет, возможно, P. Вот что это означает. То есть вот эта короткая запись означает вот это вот все длинное. Вот это понятно? Да. Так, есть. Теперь, что мы сделали? Мы сказали… А вот пусть… Сказали мы. Пусть. V от P мы сами зададим. И зададим ее вот как. Это будет в точности мир X. То есть мы считаем… Вот это вот что означает? Что в каком-то мире Y истинно переменная P тогда и только тогда, когда Y – это X. Вот мы что сделали. То есть мы переменную P сделали только в X. Да. Так? Теперь у нас нету вот этого условия XRX. У нас вот этого нету. То есть есть отрицание XRX. потому что X не является рефлексивным. Мы предположили, что шкала не является рефлексивной. Значит, есть такой мир, и вот это X, который не рефлексивен. Что тогда при этой оценке происходит? Вот в этом X переменная P, конечно, истина. Это мы сами так сделали. Да. Дальше. Будет ли в этом X истина возможно P? Нет, нет. Это все понятно. То есть как бы смысл в том, что мы можем взять любую оценку, и мы вот взяли такую оценку, что вы от P равно… Да. То есть мы доказали, смотрите, что существует оценка, существует X, так? Что в этом X при этой оценке опровергается P, влечет, возможно, P. И теперь вопрос. Вот эта вот часть и вот эта вот часть, они являются отрицаниями друг друга или нет? Да. Да. Тем самым мы доказали, что вот эта вот часть неверная. Да, да, нет, понятно, да, это понятно. Ага. Мне кажется, было непонятно, ну как, что мы вот так вот можем из ниоткуда взять какую-то оценку и какой-то X. Ну да, 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 да. Вот оно… У нас же типа… у нас же как бы шкала как бы дана снаружи. Ну это F – это какая-то шкала. Да. А вдруг там, условно говоря, ни одного мира нет или что? Невозможно. Дело в том, что в шкале требование следующее. Множество миров оно не пустое. Вот. Множество миров не пустое. Это в определении шкалы Синдит. Там хотя бы один мир обязательно есть. Угу. Вот. Даже если бы вдруг не было, условие рефлексивности записывается так, что для любого X – XRX. Так? А отрицание рефлексивности – нерефлексивное. Это значит, существует… Нет, ну это все понятно. То есть он все равно есть. Да. Вот. Вот. Но даже если бы вот не начиналось у нас условие с квантеросуществования, то, что элементы есть вот здесь вот в шкале – это просто требование по определению шкалы. Вот если нам ничего не дано, то есть пустое множество – нет шкалы. Шкала есть только, когда есть множество соотношений. Причем множество не пустое, чтобы там были элементы. То есть АП мы, в принципе, тоже не знаем, что такое. Мы можем просто взять такое П, чтобы оно было… Да. Это сравните вот с чем примерно. Смотрите. Вот. Давайте я попробую это объяснить, как оно устроено. Вот. Помните, есть такая штука – таблица истинности. Да? И вот, скажем, у вас есть переменная П. Давайте я еще одну возьму – Q. Может быть, еще что-то есть. Но вот П и Q я буду только брать. И вот что такое у вас оценка? Вот откуда берется оценка? А вот вы можете взять 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Правильно? И вот тут у вас есть какая-то формула. Там А, например, которая от П, Q. Так? И вы вот здесь вот говорите, чему она будет равна. Ну, например, если это, скажем, конъюнкция, то вы напишите вот так. Это будет конъюнкция. Так? Так вот, где здесь оценка? Смотрите. Вот это вот – это первая оценка. Это V1. Вот она, эта оценка. Понятно? Вот еще другая оценка – это вот эта. Это вторая оценка. Ясно? Тут третья оценка и четвертая оценка есть. Теперь делаем вот что. Вот то, что вот тут вот происходит, вот это все происходит, считайте, что это все происходит в некотором одном мире. И вот в этом мире пока никакой оценки нет. То есть я его изображаю просто точечкой. Так? И вот когда я хочу сделать V1 вот здесь, в этом мире, у меня будет так. У меня будет P ложно и Q будет ложно. Давайте этот мир назову X. И тогда вот здесь у меня X получилось. И вот что происходит при V1. Если я хочу этот же X получить при оценке V2, то что произойдет? Я должен вот здесь сделать истинным Q. Понятно, да? Ну да, то есть понятно, что получается тогда мы можем взять оценку вообще любую, любую, любую. Конечно. И вот если вы находитесь в классической логике, вот нету модальности. Вообще модальности, смотрите, нету никакой. Вот. У нас есть один-единственный мир, и мы в нем оценку берем любую. А что значит любую оценку? Вот таблица истинности. Каждая строчка – это оценка. Да, все, теперь понятнее стало, что такое оценка. Так, теперь два мира. Давайте теперь посмотрим два мира. Так? Ну и, например, вот так. Да? И тогда, например, вот у вас тоже есть PQ. Давайте я их другим цветом нарисую. Вот скажем… То есть по сути мы оценку задаем, когда мы вот на мире расписываем, где выполняется P, где выполняется… Да. Когда расписали, это мы оценку задали, да? Да. И вот смотрите, здесь у меня есть четыре возможности, как задать оценку здесь, правильно? Да. И здесь есть четыре возможности, как задать оценку в этом мире. Так? И вот теперь, когда я задаю общую оценку, что это означает? Вот я хочу задать какую-то оценку V. Да? Что это значит? Это значит, я здесь должен какую-то строчку выбрать и здесь какую-то, причем здесь я могу другую строчку выбрать. Ну да. И тогда, вот если я выбрал, как сейчас написано, что такое будет V от P? Смотрите, V от P – это будет Y. Потому что в Y и P истина, вот единица, а в X, P, смотрите, ложно, ноль стоит. Что такое будет V от Q? X и Y. Это X и Y. То есть Q я положил истинным и в X, и в Y. И получается, что вот так можно смотреть на миры. Каждый мир сам по себе, вот в модальном случае, это некоторый классический мир. Он живет по классическим законам, там все по таблицам истинности происходит. Вот. И если вы за рамки этого мира не выходите, то есть если вы модальностями не пользуетесь, то все вы там оцените по классическим законам и вот оценки вы можете брать любые возможные. Вот. Вот. Но вот когда у вас модальность возникает, вот в этом случае вы смотрите, а что происходит в других мирах. Вот. А там другие миры, они тоже живут по классическим законам, но там другая картина сложилась. То есть вот у вас идет снег, а в другом мире не идет. Другой мир в Африке находится, например. Понятно? Угу. И вот у вас утверждение идет снег, оно истинное, а у них там оно совсем не истинное. Понятно? Да. Вот. И вот что значит вот эта достижимость? А эта достижимость означает, что вы этот мир рассматриваете в качестве возможного. Вот. И вот какие-то миры вы рассматриваете в качестве возможных, а какие-то нет. Вот. Ну, например, вот что там сейчас на Венере происходит, скажем, вы не берете это в рассмотрение. И вот такого мира, что вот там на Венере происходит, у вас просто нет у вашей модели. Ну, к примеру. Понятно, да? Угу. Вот. Ну, вот примерно такая тут история. Да, спасибо. Я теперь поняла, что такое оценка. Угу. Угу. Прояснилось, да? Да. Вот. И вот оценка, если вы посмотрите, значит, что такое оценка? Вот эта функция, ее можно еще так понимать. Вот я вот так писал оценку, да? А можно вот как оценку писать. Вот оценка, она переменной и миру приписывает или нолик, или один. То есть это может быть ноль или один. Вот что-то вот из этого. И тогда прям вот в явном виде будет получаться, что мы таблицу истинности, по сути, описываем в каждом мире. Вот. Да. Ну, а я вот так писал. То есть если у вас, ну, вот, переменная, то есть мир принадлежит множеству истинности, ну, значит, единица. Если не принадлежит, значит, это нолик. Ну, можно вот так описывать. И если вы х зафиксируете, то четко вы будете получать вот таблички истинности. Такая же история в интуиционистском случае, один в один. Но в интуиционистском случае на оценку дополнительное требование есть. Что если вот вы какую-то переменную сделали истиной, то есть вот в таблице истинности вы уже сказали, что вот она тут истина, тогда в достижимых мирах вы обязаны ее уже делать истиной. Вот. Понятно, да? То есть вот в интуиционистском случае, если бы вот тут в мире х была бы выбрана, вот эта строчка, да, то получается, что мы можем взять только там, где истина. То есть можем взять только вот эту здесь и вот эту. Это в интуиционистском случае. А в модальном мы все можем брать. То есть в модальной логике, поскольку там классические законы лежат в основе, там никаких ограничений на оценку нет. Ну, в любом случае, прояснилось, да? Да, да, спасибо. Замечательно. Так, возвращаемся назад к нашей задаче. Вот к этому решению, которое, ну, вот тут вот было. Теперь вы увидели, что мы вот эту вот оценку сами задаем, как хотим. Ну, не то, что сами задаем. На самом деле оценок тут много. Мы просто указали ту конкретную, для которой точно формула будет ложной. Понятно, да? Да. То есть оценок много. Вот. Формула должна быть истинно при всех. А мы сказали, нет, не при всех. Вот смотрите, например, вот при этой оценке формула не будет истинная. Может, еще какая-то есть, когда формула тоже не будет истинная. Скажем, вот тут вот где-то есть еще отдельный изолированный мир. Из икса в него не попасть, к примеру, да? То есть вот тут вот стрелки вот такой и ее нет. Понятно? Пожалуйста, смело добавляйте этот мир сюда во множество истинности p. У вас все равно, возможно, p в x и от этого истинным не станет. Понятно? Да. Так что тут еще, может быть, какие-то оценки есть, при которых у нас формула опровергнется. Нам это не важно, потому что вот нам оказалось достаточным вот этого знания о том, что есть один нерефлексивный мир. И мы уже знаем, как хотя бы одну оценку задать, чтобы формула опровергалась. Этого достаточно, чтобы получить противоречие. Ну вот, ну а более подробно это вот на следующем слайде. Вот оно тут все написано. Нам нужно, чтобы для любой оценки, для любого x все получалось хорошо. А мы показали, что существует оценка и существует такой мир, когда получается плохо. Ну а откуда взять, что оно существует? Вообще, лучший способ показать, что что-то существует, это взять его предъявить, сказать, вот оно, смотрите. Да. Ну вот так и сделали, мы его предъявили. Да, думаю, можно следующую задачу решить. А вот нет. Вот я вам хочу еще что-то показать. Да, смотрите. Ужас. Ну, фокус просто хочу показать некоторый. Ладно. Значит, вот смотрите, вот у вас первая задача вот такая. Квадрат p влечет p, так? И она соответствует рефлексивности. Вторая задача. p влечет, что возможно p. И она тоже соответствует рефлексивности. Так? Нельзя ли было… А? Ведь можно сделать, что квадрат p влечет возможность p? Нет. Ну, это да. То есть квадрат p отсюда следует, что квадрат p влечет, что возможно p. Конечно, это можно сделать. Но я хочу другое показать. Вопрос вот какой. А вот эти формулы между собой-то как они связаны? То есть как вообще вот эти формулы оказалось, что обе дают нам рефлексивность? То есть вот они как-то эквивалентны между собой? Или что? Почему такое происходит? Вот какая тут связь-то между ними? Ну, возможно, если на какую-то из них, типа, условно говоря, на вторую навесить обязательность, то получится первое что-нибудь такое. Еще проще. Еще проще. Смотрите. Вот я беру первую формулу. Вот она вот такая. Да? Поскольку вот эта формула у нас описывает рефлексивность, ну и вот она у нас есть, на самом деле можно вместо p любую формулу подставить, и она у нас будет тоже верна. Давайте я поставлю вместо p не p, и получится вот такая формула. Теперь я применю закон контрпозиции вот к этой формуле. Что я должен написать? Я должен взять отрицание вот этого, влечет, отрицание вот этого. Так. Но вот это, это p. То есть двойное отрицание снимаю. А квадрат неверно, вернее, неверно квадрат неверно, это ромб. Вот. То есть вот если вместо p подставить не p, а потом применить контрпозицию, мы получаем вот эту формулу. И наоборот. Если теперь в эту формулу вместо p подставить не p и применить контрпозицию, мы исходную получим. То есть вот эти формулы говорят так, они дедуктивно эквивалентны. То есть одна из другой выводится, но с применением подстановки. Да. Ну вот такая штука. Так что вот и здесь такие пары формул встречаются иногда. Вот если вы посмотрите, две симметричности есть, две транзитивности, две плотности. Вот. Поэтому если вы для одной из них докажете, для второй все получается точно так же, только формула сама написана по контрпозиции. Понятно, да? Вот. Ну это вот такое тут заложено в заданиях. Я когда их сочинял, я их парами писал, где это возможно. Вот. Так. Ну вот один-два разобрались, так? Теперь симметричность. Что-то мне подсказывает, что симметричность мы сегодня разбирали. Или я путаю? Вот это вот. Привлитет, что необходимо. Возможно, по-моему, на предыдущем занятии мы... Что-то мы с ней делали. Симметричность. Что-то там... А, мы в К4, по-моему, ее проверяли. Нет. В С5 мы ее что-то проверяли. Да, у нас что-то было, где нам хватило одной лишь симметричности. Одной лишь симметричности. Вот. Ну давайте посмотрим. Значит, здесь вот как. А мы доказывали, что необходимо П или необходимо не П, это не аксиома. Ну да. Вот следующая задача была вот про эту, по-моему, формулу. А, да, такая тоже была. Вот. И вот что мы там доказали, что если у нас... Что это аксиома мы доказали. Да, что... Нет, аксиома мы ее просто положили как аксиома, но мы показали, что она истина в симметричных шкалах, правильно? Да. То есть мы показали, что если шкала не отлична, то формула истина, так? Да. Теперь нужно наоборот. То есть мы вот это доказали, вот это у нас есть, так? Нет. Это у нас есть. А доказать нам нужно в другую сторону. То есть если у нас вот эта формула есть, то вот это условие выполняется, так? Да. Значит, пусть в шкале F истина, вот эта формула. Нам нужно доказать, что шкала F удовлетворяет условию симметричности. То есть я напишу так. В шкале F, как уже в классической модели, истина формула первого порядка для любого х, для любого у. из того, что X, R, Y следует, что Y, R, X. Здесь разные истинности. Вот эта истинность модальной формулы в шкале, а вот эта истинность первопорядковой формулы, но в этой же шкале. Они по-разному определяются, но, тем не менее, нам вот это нужно доказать. Ну, опять, наверное, предположим, противное, что есть такие два мира, что X, R, Y, но не Y, R, X. Так, вот предположили. И мы теперь хотим после этого доказать, что будет неверно, что из P следует необходимо, возможно, P. Вот нужно догадаться, где будем опровергать эту формулу в X, в Y. Сейчас надо подумать. Давайте в X попробуем, потом посмотрим. Да, наверное, в X, потому что из Y, конечно, ничего не видно, а из X хотя бы Y виден, да? Тогда хотим, да, я пишу, хотим. Значит, у нас есть нужно доказать, так, а есть еще теперь хотим. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы в X опровергалась вот эта формула, и тогда мы получим противоречие, правильно? То есть, чтобы в X было верно P и неверно квадратик ромбик P. Вот сможем мы этого достичь или нет? Давайте, вот это как достичь? Ну, просто нам нужно сделать, что V от P равно X. И, может быть, еще что-то. И, может быть, еще что-то. Пока вот не буду еще что-то писать, может быть, этим обойдемся, так? Да. Ну, поехали. Значит, вот это нам обеспечивает вот эту штуку, верно? Да. Теперь давайте посмотрим, вот это будет выполняться или нет. Так? Ну, чтобы была необходимость, нам нужно, чтобы во всех мирах из X, то есть в Y было возможно P. Да. Чтобы в Y было возможно P. Давайте напишем так, для любого Z, да? Да. Из того, что из X достижим Z, должно следовать, что в Z истинно возможно P, так? Да. А вот в Y у нас будет истинно возможно P или нет? Нет, потому что там из него ни одного мира не следует. Да, то есть у нас P только вот здесь, может быть, еще что-то есть, но P больше нету нигде. Поэтому, чтобы в Y было истинно возможно P, нам нужно уметь вот сюда попасть, а у нас этого нету, так ведь? Да. Поэтому в Y у нас опровергается возможно P, верно? Да. Что тогда можем сказать про X и истинность формулы необходима та, которая опровергается в Y? Неверно. 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 А мы это и хотели получить, так? Значит, итог-то какой? Давайте я напишу красный итог. Итог, что противоречие и значит, что из этой формулы следует симметричность. Да, то есть мы получили вот это и это противоречие. А что мы предполагали? Вот написано, давайте читать, что существует нарушение симметричности. Так. Значит, его не существует, значит, шкала симметричная, значит, доказали вот это. Так. Ну как, вот сложилась в голове единая цельная картинка? Да. Кажется, да. Угу. Вот. Ну, с учетом того, что в одну сторону мы на первом занятии сегодня доказали, у нас есть тогда и только тогда. Правильно? Да. Вот получается, что вот эта вот формула, она описывает в точности симметричность. Вот. Смотрите, как интересно. Вот эта формула, вот которая справа, здесь есть бинарная буква предикатная. Здесь есть две переменные x и y, правильно, два квантера стоят. Вон сколько много всего написано, чтобы описать симметричность, правда? Да. И смотрите, как мало здесь есть, чтобы описать ту же самую симметричность. Нам нужна одна переменная, причем переменная булевская, которая истинна или ложна. Все, больше ничего про нее нет. Нам не нужно ни одного квантера, и нам не нужно ни x, ни y. Угу. Вот. И обратите внимание, даже если вот квадратик, он в каком-то смысле соответствует квантеру всеобщности, но только в каком-то смысле. То есть истинный квадратик, когда во всех достижимых мирах там что-то выполняется. Ромбик, он в каком-то смысле соответствует квантеру существования, так? Опять, в каком-то смысле, то есть истинно формула, начинающаяся с ромбика, с возможности, это значит, что существует такой достижимый мир, в котором истинно то, что под ромбиком. Так вот, здесь у нас два квантера всеобщности, причем в начале. А здесь получается одна модальность, соответствующая всеобщности, и одна модальность, соответствующая существованию, причем они вообще где-то в середине формулы. И получается, что какая-то вообще другая формула, но она описывает то же самое условие. Ну и тут, конечно, не всегда вот так вот очевидно можно увидеть, такой формулой какое-то условие описывается, вообще описывается ли оно какой-то формулой. И привыкнуть рассуждать вот на этом языке, на модальном, ну это не быстрое такое дело. Но тем не менее, вот вы сейчас задачу решили, то есть вы сделали такой важный шаг на пути к тому, чтобы на модальном языке научиться что-то делать в отношении бинарных отношений. То есть вот эта формула, мы доказали, что она описывает свойства симметричности бинарного отношения. Вот такие чуниса. Ну что, дальше двигаемся? Да. Поехали. Так, это у нас была третья, да? Да. Дальше у нас четвертая. Обратите внимание, не получилось ли она по контрпозиции с подстановкой отрицания вместо переменной? Можно попробовать. Давайте попробуем. Пишу, значит, первую формулу, да? Первая формула, третья. Это p влечет квадрат, возможно, p. Так. Так. Подставляем отрицание. Будет не p, влечет квадрат, возможно, не p. Так. Переворачиваю по контрпозиции. Получаю, неверно, квадрат, возможно, неверно, p. Так. Влечет неверно, что неверно, p. То есть просто p. То есть просто p. Теперь с этой давайте разбираться. Неверно, квадрат. Ромб записываю вот как. Это неверно, квадрат, неверно, правильно? Потом стоит неверно, p. Значит, вот это вот я напишу. Это ромб. Так. Влечет p. Двойное отрицание убираю. Да. И в этой теперь тоже можно... В этой тоже убираю двойное отрицание. Получаю квадрат. Значит, неверно, квадрат, неверно. Квадрат. Так. p. Влечет p. Вот что получилось. И можно, наверное, первые три заменить на ромб снова. И у нас получается ромб квадрат p влечет p. Вот что получается. А там что, в четвертой? В четвертой, да. Она же, так ведь? Да. Поэтому получается, что вот эта вот первая формула и вот эта вот последняя формула, они вообще-то дедуктивно-эквивалентны. То есть из одной выводится другая, но если все назад теперь проделать, то наоборот. Вот. Вот. Поэтому рассуждение в случае задачи 4 такое же, только p заменяется на не p. Вот. То есть это такая же формула, но p... Мы единственное, что сделали, вот единственная замена, которая произошла, это вот здесь мы p заменили на не p. Все остальное чисто классические были штучки. Да. Мы просто преобразовали формулу. Ну что, пропускаем четвертую тогда? Ну да. Пропускаем. Так, тогда пятое. Значит, но тут вот как раз опечатка. Значит, у меня, это я когда копировал, вот, значит, скопировалась вот первая задача и вторая. Я не поменял условия на то, которое нужно. Написано правильно. Транзитивность. Вот. У вас с опечаткой файл или исправленный? А, какая это? Значит... С транзитивностью. Как? У вас с транзитивностью? Да. Ну, мне тоже кажется, что транзитивностью. А вот условие написано, у меня просто старый сейчас файл, вот написано вот эта транзитивность, что если X, R, Y и Y, R, Z, следовательно, X, R, Z. Все. Значит, вы взяли сегодня, получается, этот файл. Наверное. Ну, все, замечательно. Ну, все, замечательно. Просто я его поменял, и если бы вы его взяли в прошлый раз, то в прошлый раз был с опечаткой. Все, тогда у вас вообще замечательно, у вас опечатки уже нет. Вот. И смотрите, значит, у нас задача вот какая. Задачи пятая и шестая обе про транзитивность. Так? Ну, и вопрос вот такой. Проверим сначала, что они друг из друга получаются. Давайте. Квадрат P влечет два квадрата P. Это одна формула. А вторая вот какая. Возможно, что возможно P влечет возможно P. Так? Вот. Ну, и, кстати, на вторую посмотрите. Вот вторая, она же что говорит? Что если туда, где P можно попасть за два шага, возможно, возможно P. Так? То тогда туда, где P можно попасть и за один шаг. Можно же так эту формулу прочитать? Да. То есть, смотрите, если возможно за два шага попасть туда, где P, то и за один шаг возможно. Но это же соответствует транзитивности. Правда? В целом, да. Что такое транзитивность? Если мы из х попали в у, а из у в z. То есть, мы из х попали в z. Значит, вот из х попали в z за два шага. Иногда вот так пишут R квадрат. Ну, а расшифровка такая, что существует у, что из х попали сначала в у, а потом из у попали в z. Вот отсюда следует, что из х за один шаг можно попасть в z. Вот тут было два, так? За два шага. А тут один. Тут два ромбика. А тут один. То есть, вот в такой записи, ну и вот многие логики, они предпочитают вот в этом случае вот такую запись, потому что через квантросуществование иногда легче воспринимать то, что написано. Потому что вот тут сложнее увидеть, что тут транзитивность описывает. Давайте покажем, что они эквивалентны, а потом для какой-нибудь из них докажем, что она описывает транзитивность. Поехали. Поехали. Сначала делаем. Не P надо подставить, да, Весь? Да, да, это можно подставить и вроде получается. Да, значит у нас получается вот так. По контрпозиции переворачиваем. Получается неверно квадрат, квадрат неверно P влечет неверно квадрат неверно P. Ну вот это уже ромб. Так? Это уже ромб. А вот тут как сделать два ромба? Надо вставить двойное отрицание посередине. Надо в середочке вот здесь просто вставить двойное отрицание. И тогда вот это вот будет ромб. И вот это вот будет тоже ромб. И у нас получается ромб, ромб P влечет P. Ромб P. Да? То есть действительно вот эти две формулы, они просто друг из дружки выводятся. Вот. И тогда для одной, для какой-то мы можем проверить. Ну а для второй все получится автоматически. Вот. Для какой будем проверить? Тогда давайте, не знаю, для первой. Давайте. Итак. Значит, нужно доказать, что в шкале F истинно первая формула, тогда и только тогда, когда шкала F транзитивна. Ну, тут мы не доказывали ни в одну сторону, ни в другую. Поэтому тут придется в обе доказывать. С чего начнем? Влево. Влево, то есть справа налево, да? Да. Поехали. Итак, пусть. F транзитивна. Да? И нам нужно доказать, что у меня истинно вот эту формула. Как это доказать? Эмм. Ну, мы можем сказать, ну, мы должны расписать, что такое доказать, обязательно P и что такое обязательно P. Ну, то есть, если у нас верно обязательно P, то это значит, что… В какой-то точке, в каком-то месте. Да. Верно обязательно P, то для любого Y такого, что X, R, Y… Да, так пишется. Ага. Ээээ… Ээээ… Там… верно P… Y верно P. Да, верно. Ээээ… неверно 2 квадратика П. Предположим. То есть от противного все-таки. Да, да, да. Что в Иксе все-таки неверно 2 квадратика П. Значит, существует XRZ такой, что в Z неверно квадратик П и значит, что существует TZRT такой, что в T неверно П. А по транзитивности у нас получается, что T следует из Икса и в нем неверно П. То есть тогда в Иксе не будет верно обязательно П. Все, противоречие получилось. Да, да, да. Отсюда получается, что в Иксе не будет верно необходимо П. Вот есть вот эта штука у нас, есть вот эта штука. Противоречие. Или можно было противоречие получить вот с этим, да. Потому что смотрите, у вас в T опровергается П, а во всяком таком Y может быть истинно П. То есть можно было вот так. Да, или вот так. Вот и так, и так мы получаем противоречие. Следовательно, F транзитивно. Да. Нет, следовательно, не, не, следовательно, неправильно. Мы сказали, пусть F транзитивно. следовательно, у нас в F истинно формула. Вот вопрос, почему мы говорим пусть F транзитивно, если мы доказываем влево и у нас по определению ну дано, что F транзитивно. мы доказываем влево, вот смотрите, давайте. Что значит мы доказываем влево? Это мы доказываем вот эту стрелочку. То есть, если F транзитивно, то формула верна. Вот тут я исправился, я неправильно сказал. Не F транзитивно, а в F верна вот эта формула. И вот если у нас F транзитивно, нам нужно доказать, что верна вот эта формула. Мы предположили, что она неверна. То есть, вот посылка у нас истинна, и мы предположили, что заключение у нас ложное. И получили противоречие. То есть, у нас вот эта вот штука противоречит вот этой штуке. Вот смотрите, сейчас прояснилось, что произошло, или вопрос так и остался? Да, все понятно. Все понятно, да? И мы доказали в результате, что то, что мы предположили, неверно, а значит, все-таки формула у нас истина в шкале. Так. Ну что, в одну сторону есть? Да. Обратно поехали, да? Делаем? Да. Так. теперь обратно. Ну, обратно, это значит, вот эта стрелочка, да? Давайте я напишу, VF истинна, квадрат P увеличен, два квадрата P, тогда и только тогда, когда F транзитивная. Вот это нам нужно доказать. Вот. И теперь наша задача доказать вот эту стрелочку. вот так же, видимо, да, пусть. Да. Пусть ответит. Как доказать, что F транзитивна? Так. Ну, значит, мы предположим тогда, что F не транзитивна. что F не транзитивна. То есть, да? То есть, существуют такие X, Y и Z, что X, R, Y, Y, R, Z, но не X, R, Z. Да. И неверно. X, R, Z. Так? То есть, если я это нарисую, будет вот так. Вот у нас есть X. Мы попадаем в Y. Так? Из Y мы попадаем в Z. Так? Вот в Z. Но вот этой вот стрелочке, вот такой, такой стрелочке, у нас ее нет. И вот это все где-то вот внутри какой-то шкалы F происходит. То есть, там еще могут быть какие-то номеры, но мы четко знаем, что вот эти три там есть. Вот. Ну и где мы хотим опровергнуть теперь нашу формулу? В какой-то точке? Ну, скорее всего, в X. Конечно. Значит, и так, хотим, хотим, чтобы в X опровергалась квадрат влечет два квадрата B. Так? Да. То есть, в X должно быть истинно, да? Необходимо, так? Да. Должно определить два квадрата B. Да. Вот какую уж нам надо оценку задать, чтобы это получилось. P равно Y нам нужно. Чтобы у нас P было истинно в Y, да? Да. В Y. Ну, может быть, получится, может быть, нет. Давайте проверять. Наверное, отсюда мы точно можем сказать, что в X опровергается квадрат квадрат P. Правда? почему? Значит, потому что два квадрата P, один говорит во всех достижимых точках верно, что во всех достижимых точках верно P. То есть, если мы за два шага куда-то попадем, там будет P. Вот мы в Z попали за два шага, правильно? Вот. И там у нас P не оказалось. Поэтому вот это вот выполняется. Так? То есть в X опровергается квадрат квадрат P. Так, теперь вопрос такой. Будет ли в X истина квадрат P? Ну, если из X больше стрелочек никаких нет, кроме Y, то да. А вдруг есть? Вдруг тут есть еще какая-то точка достижимая из X а вдруг она есть? Ну, тогда нам нужно в ней тоже обозначить. Правильно? Да. А вдруг X достижимая из X? Нам нужно, чтобы V от P это были все точки достижимые из X. Да. То есть, наверное, можно так, что V от P это множество таких точек S, что X RS. Да? Да. Ну, мы знаем, что Z не входит. Да, мы знаем, что в Z правильно. И вот это множество не содержит Z. Не содержит Z. Ну, все тогда. Да, все получилось. А можно было взять просто все точки, кроме Z. Нам же вот это было важно. Ну, да. Ну, или вот так, да. Вот это вот по сути, это по существу вы задали оценку. То есть, нас интересует, чтобы был истинно квадрат P, а значит, мы должны взять все точки, которые, все миры, которые видят X. Да. Да. Все, задача решена. То есть, мы получили что? противоречие, да? Да. Почему противоречие? А потому, что у нас в шкале F опроверглась формула посылка истина заключения ложь, так? Вот. Значит, то, что мы предположили, тем самым неверное. Ну, тем самым шкала у нас все-таки является транзитивной. ну как, почувствовали, как все это работает, да? Да. Ну, я вижу, вы уже так лихо очень все это делаете. Так что, видимо, уже теперь все понятно. мы дальше. Ну, давайте посмотрим, какие там еще задачки нарисованы. С транзитивностями двумя мы разобрались. Следующее, седьмое, это вот какая штука, серийность. Серийность, ну, или вот с логиками, когда я общаюсь, они предпочитают говорить сериальность. Дело в том, что английское слово, оно вот такое, и отношением называют вот таким словом по-английски, вот, как оно написано. Ну, и по-русски хочется сказать тогда кальку, взять сериальное. Вот. Ну, кто-то говорит все-таки серийное. То есть, серия получается. Смотрите, для любого х существует y, что x, y, как в сериале, да? Значит, что сколько вы его не смотрите, на следующий день будет новая серия, правильно? Угу. Вот. И получается вот такое вот то ли серийное, то ли сериальное отношение, вот, что за каждым элементом идет следующее. И формула, которая предлагается, модальная, вот какая. Если необходимо p, ну, тогда оно возможно. Вот. будем проверять или уже не очень интересно? А у меня вопрос, вот, это получается, а модель у нас ну, шкала, в смысле, в общем, набор V, набор миров, он должен быть конечный или может быть бесконечный? Может быть бесконечный. То есть, у нас серийность вот это, либо они в какой-то момент замыкаются, либо бесконечный шкал. Да, вот самый простой пример серийной шкалы, вот такой, вот такая шкала. Тут один мир, который сам себя видит постоянно. Мы так в него и будем идти, это вот серийная или сериальная шкала. А пример бесконечной шкалы, ну, вот как по существу, да, это вот такую вот шкалу можно взять и так далее. Это тоже серийная или сериальная шкала. Да, можно замкнуть, правильно. Важно, чтобы из каждого мира был достижим какой-нибудь еще, в том числе годится, если он сам. Ну что, разбираем, пропускаем, как? Да, в принципе, наверное, можно и пропустить. И пропустить. Ага, значит, восьмая и девятая это плотность. Вот. Вот, обратите внимание на девятую. Но они снова эквивалентны, вместо П надо подставить не П и взять контрпозицию. Обратите внимание, как девятая выглядит. Если мы можем куда-то попасть за один шаг, тогда мы туда можем попасть и за два шага. Вот она как написана. То есть, если вы откуда-то попали куда-то, то обязательно можно и вот так пройти. Ну, кажется, это соответствует. Это как раз соответствует плотности, правильно? То есть, между любыми двумя элементами можно еще что-то вставить. Самый простой пример плотной шкалы это снова вот такая. Вот, кружочек один. Потому что вот этот мир, если вы в него попали, ну, вы можете в него же через него за два шага попасть. То есть, рефлексивный мир, он дает пример плотной модели. В интуиционистской логике тоже все модели плотны, потому что они все рефлексивные. и вот это аксиома плотности. Но вот если смотреть на нее в написании в девятой задаче, это почти очевидно, что она описывает плотность. Ну что, пропускаем? Можно уточнить? То есть, получается, у нас здесь плотность это как в нормальном понимании отдельно от этого всего, что это типа непрерывности? Нет, плотность. Вот как. Давайте я напишу. Для любого x, для любого y, если вы из x попали в y, то есть, если они связаны отношениями, то между ними обязательно можно подставить еще один. То значит x r квадрат y. Вот что должно выполняться. Ну, вот эту штуку давайте распишу. Существует z, такое, что x r z, и потом z, r, y. Это как в рациональных числах, например. Вот множество рациональных чисел, оно плотно. Между любыми двумя рациональными числами можно поставить третий, например, взяв их среднее арифметическое. Множество r тоже плотно. Но вот это множество r, оно еще и непрерывно. А вот это лодку оно не является непрерывным. Не является непрерывным. а в чем тогда самое главное отличие плотности и непрерывности? А, непрерывно. Ну, смотрите, тут вот как. Давайте я нарисую. Вот в чем состоит непрерывность? что вот если вы берете вот какой-то элемент, вы всегда можете указать элемент, который разделит вот множество на две части. Вот. И этот элемент будет в вашем множестве. То есть тут элементы, которые его больше или равны, тут элементы, которые меньше или равны. Понятно, да? Вот. Но сам он куда-то тоже, например, попадет. А вот возьмите множество Q. То есть оно состоит из точечек, из каких-то дробей. И вот я хочу взять вот какое множество. То есть вот я как сейчас разделю, и вы не сможете указать элемент из множества Q. То есть вот это вот R, а вот это вот Q. И вы не сможете указать элемент из Q, который сделает вот это разделение. Вот я как множество Q разделю на две части. Я возьму такие X из Q, которые, ну, скажем, меньше или равны корня из двух. А другая часть вот какая. Это все оставшиеся. Это X из Q, которые строго больше, чем корень из двух. Ну, понятно, что я все Q разделил на две части, верно? То есть вот если вот это вот я назову A, вот это вот я назову B, то получается, что A в пересечении с B это у нас пустое множество, в объединении они дают все множество Q, и одна из них находится слева от другой. Вот что произошло. А вот теперь я хочу вот что у вас спросить. Укажите, пожалуйста, такое рациональное число, ну, например, Z из Q, так, вот какое, что A можно представить в виде множества таких X из Q, которые меньше или равны Z, а B можно представить в виде множества таких X из Q, ну, которые больше вот этого Z. Ну, здесь меньше или равно и больше, пожалуйста, можете равенство перекинуть с одного места в другое, вот, суть от этого не поменяется. И вот корней из двух здесь никакой замены не будет, вы не сможете вот во множестве веку найти найти рациональное число, которое вот можно сюда вместо корня из двух поставить. Вот такая штука. Потому что как только вы чуть-чуть отступите от корня из двух, вот у вас есть, например, вот этот корень из двух, так, как только вы чуть-чуть отступите вот сюда, то есть возьмете рациональное число, будьте уверены, вы вот здесь что-то между ними пропустите, то есть тут еще какое-то рациональное число есть. Почему? множество плотно и поэтому всегда вот какие-то числа еще есть но она не непрерывная вот скажем корень из двух этому множеству не принадлежит здесь разрыв происходит то есть вы не можете непрерывно вот эти два множества соединить давайте так скажем и бумаг корень из двух соединяет на у вас его во множестве q во множестве рациональных чисел нет ответил на вопрос нет для тебя понятно спасибо то есть вот это вот непрерывность это не плотность это другое свойство а плотность это просто что мы между двумя элементами можем ставить еще какой-то ну вот если порядок как на множестве чисел строгий мы возьмем то как только у вас есть плотность и есть хотя бы два элемента то вот отсюда сразу следует в этом случае бесконечность бесконечность но у нас вот в шкалах крепки да это не обязательно то есть там пожалуйста шкала из одного рефлексивного мира на плотно так значит но вот вопрос с плотностью чё тогда пропускаем или как я не знаю что то я пропустил задача несложная почему прочитайте еще раз вот эту формулу если можно куда-то попасть за один шаг то можно и за два если за один то по низу идем можно и за два и вот это за два и дает вам плотность она формально вот рассуждение проводится также как вы делали до этого для транзитивности там отличий тринет по существу ну вот давайте посмотрим расскажем задачки 23 хотя бы до чтобы нам что-то еще захватить а тем более дальше там со звездочками задачи начинаются они уже ну требуют такого внимания чуть более серьезного кстати если захотите но с ними разобраться сложности какие там будут можете мне написать я подключу их зум не страшно что у нас занятия закончились а можете книжку посмотреть вот которую я там выложил ну там такие вещи наверняка разобраны потому что там авторы писали книгу ну практически как учебник они описали и они очень очень аккуратно всякие вот такие штуки разбирали муж тем более ту формулу которую я написал они обязательно разобрали потому что она имеет большое значение для модальной логики и они там эти вещи затрате давайте посмотрим задачки 23 хотя бы задачка 2 напишите модальную формулу которая соответствует эквивалентности и так нужно написать формулу а такую что в шкале f истинно формула а тогда и только тогда когда отношение отношение р является эквивалентность является эквивалентностью в смысле что она рефлексивно транзитивно и антисиметров и симметрично или что именно так эквивалентность это рефлексивно и симметрично и транзитивно и отношение ну что есть у нас формулу которую рефлексивно выражает так квадратик по исследователям а что еще на симметричность это по исследованию квадратик ромбик и транзитивно это квадратик по исследователям квадратик квадратик вот если формула а истина а кто истин каждый конъюнктивный член верно ну а первым конъюнктивный член дает рефлексивность второй симметричность а третий транзитивно правильно да ну и наоборот значит если шкала рефлексивная симметричная транзитивная да то каждый из этих условий гарантирует истинность соответствующей форму мы же это доказали так но если каждая из формул истина что можно сказать про их конъюнктивный истина поэтому все правильно написать то есть это верно задача 2 решена да здорово задача 3 напишите модальную формулу которая истина в шкале тогда и тогда когда это отношение предпорядка ну или квази порядка говорят значит рефлексивно и транзитивно ну просто надо убрать симметричность конечно убрать просто убрать симметричность ну да после первой задачи 2 и 3 становится устными правильно вот если бы мы первую не решили перешли сразу по 2 и 3 тут конечно мы бы помутить но вот смотрите теперь у нас осталось полторы минуты с вами но тут задачки еще написано но оставшиеся задачки не со звездочками задачи вот звездочками я отмечал такие факультативные задачи но интересно ну вот что касается и четвертой задачи 5 ну я поясню чем эта задача интересна здесь есть формула и она вот написано вот эта формула да то если квадрат а под квадратом квадрат c влечет c то тогда квадрат c вот оказывается что вот эта формула она соответствует такому условию на отношении достижимости которая никакой формулой первого порядка не описывается вот этим интересно вот эта формула но и в задаче 5 там еще одна формула приведена похоже то же самое вот задача 6 и соответственно задачи 7 они интересны вот чем это вот если вы посмотрите вспомните логику предиката помните мы доказывали что некоторые отношения неопределимы в логике предиката использовали автоматизма вот здесь похожая штука только здесь вместо автоматизма используется то что названо тут данного определения используется псевдоморфизм но и определение приведено вот перед задачей 6 и вот сама задача 6 говорит что докажите что псевдоморфизм сохраняет истины но это также как автоматизма сохраняет истины вот в модальных логиках псевдоморфизм но здесь нет более слабые условия псевдоморфизм вот он тоже сохраняет истины и вот задача 7 она состоит в том что вот докажите используя по сути вот этот вот псевдоморфизм что некоторые условия не выразили если будете решать я подскажу вот как доказать вот можно рассмотреть вот такую вот шкалу которая состоит из и рефлексивных точек но они ну например вот такую вот цепь и брали бесконечно вот а другая шкала она состоит из одной рефлексивной точке а в качестве вот этого псевдоморфизма значит если вот это вот у нас например x1 x2 x3 x4 вот а вот это y вот в качестве этого псевдоморфизма можно вот что взять что f от x этого это есть y вот и тогда все условия вот которые там в шестом определении они выполнятся вот и тогда получается что вот в этой шкале и вот в этой шкале истины одни и те же модальные форму и у вас получится что значит вот какая тут история что это та шкала и рефлексивная а это рефлексивная и тогда получается что отношение и рефлексивность его модально не описать ну вот такая ну опять же это задачи со звездочкой вы если захотите смотреть можно вот посмотреть их книжки которую я выложил там книжка большая интересно много чего еще интересного ну вот такая так ну а вот домашняя задача это по сути первая задача и вот свойства остались который вот одно мы не рассматривали это евклидовый а второе это серийность но намного проще она записана то есть здесь серийность она вообще узнал получать вот поэтому вот вторая задача не удивляйтесь что решение будет вообще короткая что возможно истина это означает что мы можем куда-то шагнуть всегда ведь там такая вот ирина стереи вот значит а их придавая немножко поясню откуда само условие почему их приду а вот если вы посмотрите что написано представьте что это равно да и тогда написано следующее если x равен y и x равен z тогда y и z равны ну вот это вот одно из условий насколько я понимаю это условие есть вот где-то в трудах евклида вот поэтому и называют вот это условие не приду ну для нас с вами вот просто есть вот такое условие от мира и не отношения равенства не обязательно это разницу вот это может быть вот так вот у вас x вот вы попали в какой-то y вот вы попали в какой-то и у вас обязательно из игре к видим д но если вы меня эти местами тогда и вот так уже будет то есть вот эти вот элементы они достижимы оказываются друг из друга то есть тут получается множество элементов которые достижимы друг из друга вот что такое ну тогда вот смотрите у нас уже четыре минуты назад занятие закончилось остановимся на этом как да вот но у нас тогда получается это последнее занятие больше занятий не будет если вдруг вот по если что-то вы хотите для себя понять что-то разобраться напишите мне просто на почту и тогда ну там уже договоримся можем зуме пообщаться ну что тогда впереди там еще экзамен вот я как замену задач поставлю я думаю у вас сложности там быть не должно да и не только у вас я посмотрел там уже и так оценки у многих получаются даже без экзамена и без последних задач уже почти у всех положительные автоматом получаются ладно тогда всем спасибо кто пригласил а можно еще маленький вопрос мальчики в чате интересовались вот условно говоря допустим есть какой-нибудь мальчик и он у него уже написано что у него там полный балл за дз и этот премиальный балл и у него автоматом восемь да сейчас если он не сдаст вот это последнее дз по вот это ну вот это вот который надо задать у него его автомат пересчитается и перестанет быть нет не пересчитается и не перестанет быть то есть те у кого сейчас в принципе уже есть автомат они могут на него рассчитывать и его как бы использовать да это то что там получилось все оно получилось я отнять не могу только прибавить могу вот не нужно для автомата понимаете не нужно для автомата решить прямо сто процентов заданий это вы не требуете там же восьми баллов достаточно правильно и вот чтобы семь баллов получите плюс один премиальный тоже для семи баллов не нужно решить не задать нужно решить их достаточно много но если достаточно много задач получилось и вот не сданы только последние если человек их не сдаст и если он сдаст их то ну оценку него не поменяется то есть увеличить ее уже некуда вот а уменьшать ее не зашли так ну ответил да да спасибо да так что если кто-то вот уже набрал вот эти баллы по каким-то причинам не хочет вот решать задачи вот эти последние самые ну и ладно но если хочет и для себя вот хочет узнать правильно получилось неправильно если он решит мы проверим ну тот преподаватель вот кому он направит свои задания это увидите просто он увидит результат а потом есть люди которые пришли на этот курс вот как они просто попросили слушателями им неважно какие у них оценки будут потому что им эти оценки официально не пойдут никуда то есть ну почему то вот оказалось так что нельзя было выбрать этот майнер как официально вот но они попросились просто вот быть вот поэтому кому-то вполне возможно просто интересно вот какие результаты у них получаются ну для себя ну да так что ну вот тут все просто баллы не снимутся только если на майнер и там вот еще спрашивали допустим если человек хочет взять автомат свой там допустим это не восьмерка там а не знаю четверка он просто ничего не должен никому писать он просто не приходит на экзамен а ему ставят четверку которая у него есть правильно тут тонкий момент потому что раньше когда все это было очно требовалось чтобы человек пришел потому что было было понятие неявки если человек не явился даже если у него вот стояли оценки ставилась неявка а потом уже решался вопрос явился не явился я предлагаю вот считать все таки что в этом случае есть автомат и потому что мы сейчас не видим друг друга и что значит не явился не очень понятно но конечно лучше бы если человек который не хочет но он как-то проявился ну например прислал бы там пустой листочек да вот да будет контрольная просто дал бы пустой листочек что вот я есть я беру автомат это просто из соображений чтобы не возникла конфликтной ситуации когда например человек заболел он не смог прийти на экзамен а он не хотел брать автоматом а я взял и поставил ну да это тогда логичнее чтобы те кто заболел ему написали ой вам написали нет если человек заболел вполне возможно он находится в ситуации когда он не может и он принесет все свои бумаги потом и скажет вот я болел я не мог сдать экзамен пожалуйста мне сделать а ему говорят а у вас уже он говорит а я не хотел эту оценку ну понятно да да понятно это маловероятно что такое произойдет но тем не принципиально эта ситуация возможна вот я тогда давайте вот сделаю письмо напишу всем письмо по поводу экзамена и отдельно попрошу вот тех кто хочет получить автоматом чтобы они просто сдали пустой листок тем что вот они хотят ну или может быть вам проще там будет если допустим вы сразу google форму отправите и все кто хотят автомат там запишутся где-нибудь ну или так ну экзамен он автоматически и будет ну да вот ну вот собственно ладно ну я я то поставлю то есть если человек не проявится вот я не против поставить автоматом но желательно конечно чтобы люди вот этот момент вот да хорошо понятно так есть ли еще вопросы вроде больше не было вроде больше нет ну что тогда желаю вам удачи всего спасибо что записались на этот курс надеюсь что нибудь полезное для себя извлекли но это потом жизнь покажет спасибо большое спасибо вам большое за этот курс он был невероятно интересный а интересный показал да очень интересный и очень подробный понятный подбирались хвосты которые оставались вот с предыдущих математических дисциплин в каком смысле хвосты подбирались ну вот что то что я когда то не допоняла я допоняла в этом курсе а ну это здорово то есть оказалось действительно полезно вот для цельной картинки да да ага ну очень рад за вас замечательно вот ладно спасибо за такую хорошую приятность вот ну ладно еще раз удачи до свидания да спасибо большое спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...